Российский лес стал пропадать буквально на глазах. Дальний Восток – главный поставщик древесины в страны Европы, Китай и Японию. Изъяны в законе – главная проблема для тех, кто борется с черными лесорубами. На границе государственные инспекторы проверяют прежде всего объем груза, соответствует ли он таможенной декларации. А вот происхождение леса отследить сложно. Маркировка каждого бревна применяется лишь для особо ценных пород леса – дуб, бук и ясень. Часто под документами, полученным легальным путем, может проходить более дорогая древесина, добытая незаконно. Согласно статистике Россельхоза, ежегодно черные лесорубы вырубают более миллиона кубометров древесины на сумму в 11 миллиардов рублей. Международные эксперты оценивают нелегальные заготовки древесины в 15 раз выше. В этом году на Дальнем Востоке официально на экспорт ушло 5,5 миллионов тонн древесины. Большей частью – это необработанный круглый лес. Таможенные органы Дальнего Востока в 2020 году не допустили незаконный вывоз за пределы России и изъяли свыше 18 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 100 миллионов рублей. Кроме того, в целях разрушения экономической основы преступных группировок и возмещения причиненного ущерба принимаются меры по наложению ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых. Происхождение круглого леса отследить сложнее всего. В прошлом году в правительстве предлагали ставить чип на каждое бревно, чтобы понимать, откуда вывозится древесина. Но в итоге от идеи отказались, признав ее слишком накладной. В конце сентября президент Владимир Путин дал поручение правительству вовсе запретить вывоз из России необработанной или грубообработанной древесины. Эта мера должна начать работать с 1 января 2022 года. К 2024 чиновники планируют выйти в плюс. По их задумке, на месте каждого вырубленного или сгоревшего дерева должно быть посажено новое. Алина Черненко, Евгений Апарин, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.